Валентина Афанасьева уверяет, что подобные перебои с отоплением в этом сезоне, к сожалению, не редкость. Жильцам приходится мириться то с временным отключением горячей воды, то отопление. А теперь и вовсе пришлось остаться на несколько дней без тепла при минусовой температуре за окном. Последние три дня у нас не работает, нет горячей воды, нет у нас обогревания этого полотеносушителя, батареи ледяные. Три ночи замерзают люди, просто настоящим образом замерзают. Зуб за зуб на зуб не попадает, как говорится. Сегодня это была особенная ночь вообще. Все люди, которым я спрашивала, как у вас работает отопление, отвечали то же самое. Что очень холодно, что очень неуютно и что-то надо делать. Мы позвонили в Брянск коммунэнерго, где нам разъяснили сложившуюся ситуацию. Оказалось, что причина отключения тепла и горячей воды во временном сбое работы котельной, оставшейся на некоторое время без электроэнергии. В 12.20 после заполнения парового контура произведен розжиг котла. В настоящее время давление пара понято до рабочего, и пар начал поступать в тепловой пункт в микрайон Московский. Начато приготовление горячей воды и заполнение бакового аккумулятора. Ориентировочно в 17-18.00 возобновится подача горячего водоснабжения на потребителя. Возобновившуюся подачу тепла, но по-прежнему отсутствие горячей воды, подтвердили и в управляющей компании. На данный момент подается тепло 40 градусов, давление нормальное, то есть вот 10 минут назад. В Брянскомунэнерго заверили, что к концу дня и тепло, и горячая вода уже будут во всех домах Московского микрорайона. С отдельными случаями, где пока затруднена подача тепла, в Брянскомунэнерго пообещали разобраться в ближайшие сутки. Екатерина Зойдина, Андрей Мазунин, Владимир Сидоров. События. Брянск. Продолжение следует...